29 сентября в залах Оршенска городской художественной галереи народного художника Белоруссии Виктора Александровича Громыко состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 15-летию со дня открытия галереи. Об этом подробнее расскажет председатель общественной палаты Твери Вадим Борисович Рыбачук. Сегодня они отмечают 15 лет со дня своего образования. И мы поздравляем их с этим радостным событием и желаем дальнейшего процветания, успехов и ярких интересных выставок. Одним из важных моментов в общении между городами-побрантимами как раз является культурный обмен. Поэтому коллеги нас пригласили на свои торжества. Мы их в ответ, конечно же, пригласим к себе на открытие выставки, которая у нас состоится в ближайшее время. Некоторые задают вопрос, ну зачем это нам надо? Нет, я понимаю, что это нам надо, и причем очень надо. Так все-таки вот ваша точка зрения. С моей точки зрения, во-первых, это очень интересно. Когда ты общаешься с представителями других городов, других народов, ты понимаешь, что у них есть какая-то своя изюминка всегда. У них своя история, у них своя жизнь, у них свои традиции, свои пословицы, свой язык. И тем самым во время коммуникации ты обогащаешься, в том числе и сам, общаясь с представителями различных городов и народов. Поэтому замыкаться в каком-то своем мире, на мой взгляд, это неправильно, потому что мир намного больше, чем тот же самый город Тверь. Поэтому нужно общаться. И общественная палата принципиальный момент в своей деятельности всегда отмечала это возможность продвижения своих идей в аудиторию наших городов-побратимов. У нас есть очень яркие, интересные проекты с городом Гюмри из Армении, есть интересные проекты с Оршей из Белоруссии, это Витебская область, как мы говорим. И это, конечно же, не только культурные проекты, но это и проекты экономические. Хотя культурные проекты, на мой взгляд, являются основополагающими здесь. Тот же самый культурный проект по, как мы его называем, по визуализации образов. Может быть, так широко звучит и не очень понятно, но тем не менее. Считаем, что через искусство очень легко понять друг друга, очень легко узнать друг друга. И поэтому на октябрь-ноябрь 2023 года у нас запланирован такой обмен выставочной деятельностью, обмен выставками. В Оршу мы отправляем выставку нашего Союза художников, Тверского Союза художников. Это профессиональные авторы, среди них есть заслуженные художники Российской Федерации, художники, которые работают в разных видах и жанрах. И эта выставка, состоящая из 60 работ, уже отправлена в Оршу, и в той же галерее Громыко она будет в течение октября месяца экспонироваться. Делегация из города Твери поедет 12 октября, 13-го официальное открытие выставки, на котором будут присутствовать и художники, и представители общественной палаты, и, надеюсь, официальные лица города. Это наш такой подарок к 15-летию со дня открытия Оршанской галереи имени Громыко. А они, в свою очередь, присылают нам оршанских художников, которых мы также с удовольствием покажем в галерее пейзажа имени Ефрема Ивановича Зверякова и приурочим это к Дню народного единства. Общественная палата вот в этом проекте. И есть ли какое-то тесное взаимодействие с общественной палатой города Орши? Есть ли там такая структура? Есть административные органы, есть городские собрания, есть главы этих муниципалитетов, в данном случае Ворши, это глава Оршанского района. Есть руководители предприятий культуры, организации культуры. Все они готовы общаться, все они очень рады сотрудничеству. Для них это очень интересно. Если у нас в городе Твери такая достаточно активная художественная жизнь, открываются выставки, мероприятия, концерты, музыкальные события, то Орша город чуть меньше. Там 120 тысяч жителей вместе с районом. И, соответственно, для них любая история, связанная с открытием той же самой художественной выставки, это реальный праздник. В прошлом году мы возили им «Русскую Атлантиду», работы, которые были в большинстве своем нарисованы или написаны на территории Тверской области, и как раз показывали красоту нашей природы. Это в основном пейзажная живопись. Так люди ходили каждый день, школьники, студенты колледжей, представители организации, администрация. Им это было интересно. Им было интересно посмотреть, какая же природа в нашем городе по Братиме, в городе Твери. Им интересно было посмотреть, что работают сегодня художники из России. И когда мы приезжали на открытие, все, начиная от девушек, которые работают экскурсоводами в галерее, и заканчивая представителями Национального собрания Беларуси, благодарили нас за этот культурный проект. И говорили о том, что им это важно, им это интересно, и что эти коммуникации с Россией, они имеют принципиальное значение для этого небольшого города. На какие средства осуществляется этот хороший благотворительный проект? Средства, безусловно, нужны для всего. Это и логистика, это и доставка, это и хранение, это, соответственно, конечно, отправка делегаций. Но это того стоит, во-первых, я скажу. Во-вторых, что в Твери достаточно много активных предпринимателей, в частности, Клуб православных предпринимателей нам очень здорово помогает, Деловая Россия, которые готовы спонсировать эти проекты, готовы поддерживать и выставки, которые мы везем за границу, и выставки, которые приезжают к нам. И вот эта сопричастность, о которой мы всегда говорим, она очень радует. Тогда ты понимаешь, что очень много людей, которые понимают значимость этих процессов. И я надеюсь, что с каждым годом их будет все больше и больше. Ну да, конечно, это действительно здорово. Ну а я хочу поблагодарить председателя общественной палаты Твери Вадима Борисовича Рабачука. Спасибо большое, Вадим Борисович, что нашли время и рассказали о таком важном событии. Спасибо, Светлана. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!